Всем привет! Вы смотрите Мир Музыки, меня зовут Владимир Исаев, и да, снова Лава Ми. Вот такой вот у нас теперь канал. Мы всё время обозреваем новые гитары от Лава Ми. Правда, в этот раз она не совсем то, чтобы самая последняя новая, но у нас такой ещё не было. Это Лава Ми Про. Вот она лежит в коробочке запечатанная. Никогда на них не играл, но уже по размеру коробки и по рисуночку понятно, что это очевидно гитара большого размера, потому что все предыдущие Лава Ми, которые у нас были, они все были малюсенькие, а это прям коробка, как будто здесь лежит гитара дредноут большого стандартного размера. Ну что ж, поехали, давайте откроем. Я считаю, что вот им же необходимо было сделать пенопласт ровно по размеру гитары, так чтобы было прям на стиле всё. Ну и хорошо. Посмотрим, что здесь есть в комплекте. Красивый ряд медиаторов, его мы вскрывать не будем, хотя я уверен, что со специальными медиаторами гитара звучит лучше. Провод для зарядки USB Type-C, очевидно. И если тут будет CD-диск, я очень удивлюсь. Но приятная коробочка здесь, протёрочка. Вау! Тут написано, что есть разные пути думать об инструментах и новые пути, чтобы дизайн... чтобы сочинять ваши песни. Тут написано design your song. Спасибо, что вы смотрите на вещи по-другому. Защитный. Видимо, это дисплей для чего... или что это? Stable Pad. А, ничего себе! Это, короче, силиконовая штучка, чтобы её приклеить на внутреннюю сторону гитары, чтобы она не соскальзывала. Интересное дизайнерское решение. Скользкая дека, но штучка, чтобы не соскальзывала. И инструкция, как использовать преамп, который стоит на этой гитаре. Здесь, кстати, стоит ожидать от Lava Mi Pro то, что в него встроен целый iPad или как минимум там OLED-дисплей вместо обычного IPS-матрицы. Но здесь стоит предыдущая или предыдущая или, наверное, другая, да, какая-то версия преампа. Другая специальная версия преампа без телефона, но потому что это Pro. Телефон не нужен. Людям на сцене не нужно, чтобы эффекты загружались две минуты. А здесь стоит стратегически выбранные эффекты, которые легко и быстро включаются. По стандарту, конечно, у Lava чехлы прямо, скажем, топовые. Первое впечатление о чехле, он тяжелый! Он прям нелегкий. Ну что, обзор чехла снаружи довольно плотный, классная блестяшка. Ремень сделан вот таким специальным образом, чтобы не тер шею. Здесь кожаное все прошито, здесь металлические все пряжки пришиты тоже через кожу. Классно! Самое классное то, что вижу, здесь есть еще на внутренней стороне карман, который гораздо объемнее, чем я думал. Ничего себе! Тут прям нормально может влезть всего. Причем стенка внутренней стороны и снаружи жесткая, то есть ничего изнутри из кармана на гитару давить не будет. Открываем! Так, с одной стороны, с другой стороны. Мне что-то подсказывает, что гитара будет перевернутая. Я прям... был уверен в этом, потому что внутри кармане я нащупал вот эту вот эту часть, потому что наверняка струны вот с этой стороны. Как вы видите, гитары запакованы, я действительно на ней ещё не играл, и действительно это будет первое впечатление. Ну что ж, давайте доставать из пакетика. Вау! Золотые колки, цыганская фурнитура это то, что меня всегда может подкупить. Я любитель. Окей, окей, даже пока не снимаем ничего остального. Дай угадаю, это Carbon. Air Carbon, то есть можно не снимать было видео людям на YouTube о том, как они делают гитары из карбона. Уже всё сделано за них. Топ из карбона, очень симпатичный, всё блестит глянцевое, просто капец как прикольно! А внутри я буду называть это розовый шампань. Очень, кстати, подойдет, если у вас телефон в классических цветах вот эти вот розовое золото. Мне кажется, будет смотреться. Ну или просто золотой. Будет смотреться классно! Здесь, опять же, все пипки для ремня подразумевают, что есть наверняка какой-то специальный ремень для этой серии Pro. Наверняка есть, наверняка есть. Там классные стрэп-локи у них, колочки, которые уже привычны по форме для гитары Lava. И вообще дизайн, в принципе, узнаётся, даже учитывая, что это Pro-серия. Супер шершавый корпус! Я понял, почему нужен был вот это вот. Нужна была наклеечка, она действительно довольно по ощущению юркая. Хотя, на самом деле, она не то, что прям сильно скользит. И вот так вот я вот беру в руку гитару. Необычное ощущение. Очень овейшиновые, я бы даже сказал. Очень похоже на гитары овейшин. Такой же круглый корпус, но село прям приятно. Я не могу сказать, что у меня что-то соскальзывает. У меня ничего не соскальзывает. Первое впечатление. Она чуть-чуть тоньше, чем обычная гитара, но мне кажется, что это не потому, что тонкий сильно корпус, а потому что она вся такая скругленная, и в стратегических местах она мне как будто бы дает ощущение, что она меньшего размера. Сверху я вижу заглушку для... на двухсторонний скотч, прилепленную заглушку для преампа. Тут написано режим turbo. Наверное, в режиме turbo гитара играет гораздо быстрее, чем в обычном режиме. Ну и в целом, ну что ж, давайте снимем всё, настроим гитарку и поехали! Друзья, итак, мы настроили гитару, достали её из чехла, и я должен официально заявить, только Martin D45 смотрится лучше с золотым каподастром, чем эта гитара. И то это сомнительно, потому что многие никогда не увидят, как смотрится Martin D45 с золотым каподастром. Так же, как и Martin D45. На нём ходит только легенда, никто его не видел только на картинках. Так вот, какие первые впечатления? Как я и сказал, в руках сидит изумительно. Давайте поиграем. Я взял для тех, кому это важный тоненький медиатор Flex 50 Herco Nylon от компании Dunlop. Первое впечатление, она изумительно строит. Она прям... я удивился сейчас. Да, очень классно строит гитара. Тут прям все порожки компенсированные, всё как нужно. Я в приятном удивлении. Именно... именно от того, как она строит. Это очень классно для серии Pro. Думая о том, что она предназначена для сцены, это вообще, конечно, супер. Сам тембр по себе... сам по себе, он довольно, конечно, тёмненький, довольно низастый, но мы уже привыкли к этому в этой форме корпуса. Опять же, сверху здесь вот этот вот карбоновый топ. Как он там? Выручай. Air Carbon. Air Carbon. Но он тут вот... сейчас его сложно назвать просто пластиковым. Внутри он с этими самыми сотами. Да? Да. Разве? Да. Ну вот так просто пальцем не подсунешь, не потрогаешь эти соты. Зато очень чувствуется вот этот вот матерчатый карбон, собственно, ощущение от него. Если один раз это потрогаешь вживую, никогда не забудешь. Сверху оно всё лакировано. Красиво, прям глянцевый топ, стеклянный. Скорее всего, это не нравится нашему оператору, но мне очень визуально доставляет удовольствие это. Золотые все кантики смотрятся изумительно сзади. Их классический вот этот вот полимерный... как там? Air Sonic. Air Sonic. На ощупь как будто бы пластик, поэтому я, наверное, буду оговариваться, что пластиковый корпус. Но по факту это какой-то специальный полимер химического образования у меня нет. Не обижайтесь. Richlight накладка. Старые добрые гибсоновские технологии. Отдельно прикольно. Гриф с углом, но угол такой довольно маленький. Опять же, у меня транспортира нет, но это явно не 17 градусов, как у гибсона. Это явно такой более умеренный наклон, более характерный, я, наверное, сказал бы для PRS. Перо грифа наклонено по отношению к самому грифу. Опять же, нет анкера. Говорят, внутри карбоновый стержень и две алюминиевые вставочки, чтобы с грифом ничего не случилось. Какой комментарий есть? Гитара отстроена, все лады отшлифованы с помощью системы PLEG. Погуглите, если что-то не знаете, что такое PLEG. PLEG — это классная автоматизированная штука, которая учитывает там все натяжения струн в том, как отстраивается гитара. Это значит, что ни один лад не звенит нигде вообще. Ну он звенит, если играть слишком неаккуратно. Или нажимает неправильно, но... Но ни один лад на гитаре никаким образом не выпирает, всё закатано идеально абсолютно. И как я уже сказал, строит гитара изумительно, восхитительно. Опять же, если хоть раз в жизни поиграть на гитаре, которая изумительно строит, это запоминающиеся ощущения. И здесь прямо оно снова как-то сколыхивается. Опять же, потому что даже все сложные... сложные аккорды, которые комбинируют себе зажатые струны в высоких позициях и открытые, это несложные для зажатия аккорды, это сложные для гитары воспроизвести. Как правило, гитары, к которым чуть-чуть менее трепетно относились при отстройке, так не могут. Здесь все вот эти аккорды в верхних позициях звучат изумительно, подтверждая звание Pro у этой серии гитар Lava Mi. Ну и давайте плавно перейдём к преампу. Самое, наверное, главное, важное, что нам надо сказать про эту гитару, это то, что здесь стоит другая версия преампа, не такая, как на их обычных гитарах серии Lava Mi или там Blue Lava. Здесь нет этого айфона, но зато здесь пьеза от компании LRBX, здесь она комбинированная с микрофоном, то есть вот эта вот знаменитая LRBX-овская система, которую я, наверное, уважаю из всех систем пьезы звукоснимания, ну она у меня точно в топ-2 вместе на пару с K&K. Очень классная система, микрофон звучит изумительно, пьеза звучит очень классно, и, конечно же, здесь есть встроенные эффекты, как на всех остальных Lava. То есть комбинация того, что можно играть и просто акустически, и у тебя встроенные эффекты уже, если ты подключаешься проводом, еще и с изумительным качеством звучания пьеза звукоснимателя. Собственно, я так понимаю, что это и делает гитару Lava Pro действительно профессиональный, а не только ее габариты, которые заметно возросли по сравнению с уменьшенными гитарками Lava Mi 3 и так далее. Давайте включим, разберемся, послушаем, как это все звучит еще с эффектами. Чтобы включить, надо удержать на 3 секунды ручку Volume. Огонечек запекал красненьким, и значит, у нас все работает. Очень, на самом деле, несложно. Сверху три контроллера. Первый — это микс, баланс эффектов дополнительных. Эффект дополнительный — это хорус и дилей. Это громкость, которая будет влиять на громкость через пьезозвукосниматель. И турбо. Турбо — это режим, при котором, ну то есть это буст, условно, сделать громче гитару. То есть действительно, это когда играешь соло, чтобы у тебя было слышно, нажимаешь турбо, громкость чуть-чуть возрастает. Эффекты, которые мы услышим просто из гитары, контролируются еще изнутри. Здесь три ручки. Первая крутилка отвечает за реверберация. Вот её нет. И вот я её добавил на максимум. Очень классно, очень классно. Я никогда не привыкну к тому, что ревер можно встраивать внутрь гитары, и что это всё время так будет звучать потрясающе. Это любовь с первой встречи. justement, кто-то уходит в завuno, прекрасно. Субтитры создавал DimaTorzok Изумительно звучит. И это я ещё не добавил никакие другие эффекты. Какие здесь есть ещё другие эффекты? Как я и сказал, это хорус и дилей. Ручкой эффектс добавляем, и у нас добавился это к нё хорус. Да. Классно. Если хорус добавить на максимум, то... Даже как будто бы лёгкое ощущение чего-то 12-струнного, что ли, добавилось. Меня почти захотели вывести отсюда сейчас, но тем не менее. Продолжаем. Я переключаю внутри маленький рычажок и попадаю в режим дилей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сделаем всегда весело, чтобы здесь было ещё веселее. Есть ещё этап темпа. Соответственно, если хочется, например, какой-нибудь слэпбэк, то надо делать так... Субтитры создавал DimaTorzok И вот он слэпбэк, и сделать чуть-чуть меньше реверберации, то будет что-то похожее в целом. И эффекта, если вмешать чуть-чуть меньше... Все винтажные тембры можно создать. Кроме того, естественно, стоп-темпа можно под любой свой желаемый темп... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я должен пояснить, что я так много играю? Наверное. Гитара потрясающе строит! Это так редко встречается с акустиками, настолько хорошо, чтобы строилось, что я не могу удержаться. Мне прям очень нравится, потому что что бы я ни играл, меня гитара абсолютно никак не сдерживает. Я забираюсь наверх, только на электрогитарах обычно встречается, на которых подстроить мензуру очень легко. Здесь всё строит изумительно. Если меня спрашивают, что означает приставка Pro, я скажу это. Эффекты? Классно, здорово, но блин, как же она... Как же она настроена здорово! То есть все... Я причём весь ролик не подстраивал ещё ни разу гитару, только настроил в самом начале. Она всё ещё держит строй. И все самые дурацкие партии, которые обычно сложно играть, потому что гитара сразу не настроена там... Вот с этим вот, с ползущей ноткой, там где одна из ряда не строит, и уже всё пропало. Здесь всё играется, здесь всё играется классно, всякие там джазовенькие аккорды. Причём обычно... Проблемы со всякими сложными, которые плохо звучат аккорды, диссонирующими. Потому что чем более диссонирующий аккорд, тем сильнее влияет на его звучание, когда гитара не строит. Здесь всё... И При том, что она сделана не из дерева... Все флажолеты ощущаются очень естественные, очень они громкие. Понятно, что у неё тембр, на самом деле, непривычный, если вот так по-серьёзному. Он непривычный, потому что он довольно тёмный. Очень низастая гитара. Но я начинаю понимать, что, возможно, надо дать шанс таким гитарам. Это смешно, но я столько уже гитар этих снял. Но прям я вот с этой гитарой начинаю совсем уж откровенно понимать, что эта гитара начинает как бы в моей голове отвоёвывать себе какое-то местечко между всякими там акустическими гитарами. То есть у меня, например, в голове есть точное понимание, что есть Мартин из красного дерева в маленьком корпусе, у которого вот один тембр, который ты нет, какой другой не получишь. Мартин там D28 — это ещё один тембр, который... Особенно HD28, который ты начинаешь чесать боем, и просто другой такой гитары нет. И я начинаю понять, что, возможно, вот гитары лава, у них есть своя очень точная ниша, в которой они звучат вот с этим тембром, который довольно сложно с какими-то другими спутать, и у которых можно найти применение в музыке, чтобы она звучала и чувствовала себя ровно на своём месте. Ставлю лайк этой лаве прям однозначно. Конечно же, вся эта встроенная прелесть не питается воздухом на солнечных батареях, хотя казалось бы, да, столько места, можно было бы и солнечную батарею. Здесь, естественно, стратегически расположен выход на USB Type-C, затем, собственно, и был в комплекте проводочек. Как видно, у нас из него торчит пауэрбанк, потому что гитара нуждается в зарядке. Соответственно, подзарядить можно, менять батарейки не нужно, что и здорово. Ещё не объяснил значение одной маленькой ручки здесь посередине. Посередине ручка, на которой написано Mix Control, она, собственно, регулирует баланс между пьезозвукоснимателем и микрофоном. Классно, это можно сделать здорово, удобно. Друзья, как вам понравилась гитарка Lava Mi Pro? По-моему, из всех лав, на которых я играл, она, конечно, мне, наверное, запомнилась больше всего. Ну и не мудрено, что ж она тут такая большая, красивая, ещё и с золотыми колками они знают, чертяки, как меня подкупить. Друзья, а как вам она по звуку, как вам она по функционалу и по внешнему виду? Напишите нам в комментариях внизу под этим видео. И, конечно же, подпишитесь на разнообразные наши социальные сети. YouTube, Вконтакте, Яндекс.Дзен, кто там у нас ещё есть? Все? Вот, в общем... Телеграм! Телеграм! Да, в общем, вы можете найти список социальных сетей у нас под этим видео, где бы вы его не смотрели. До новых встреч! И сверху... Как он там? Да что ж, такие слова сложные. Где вот клён? Там, где клён шумит? Где это всё? Вот. Ясень там и прочие музыкальные деревья. Что ты с деревьев не разбиваешь? Да. Вот. Чтоб я не спрашивал у Ясеня, что само по себе... Ничего себе! Вот. Поехали theater. И как н versucht, сам бы именно нахождение деревьев.